Чтобы согласиться на пасхальное перемирие, нужно иметь яйца. Россия традиционно слилась. Эстафета – огонек. От Москвы до Твери. Пожар все спишет. Где вспыхнет в следующий раз? Подпишись на наш ютуб-канал, узнаешь первым. Молчать и унывать мы будем точно не сегодня. Россия отказалась от предложенного Украиной и ООН пасхального перемирия. В чистый четверг сорвала эвакуацию мирных жителей из Херсонской области, обстреляла точку сбора людей в Мариуполе. Страстная пятница началась с сиренами по всей территории нашей страны. Вот все, что нужно знать о скрепности и христианской вере наших соседей. Это их жены, призывающие насиловать Украина, грабить дома и убивать мирных жителей. В воскресенье потащат в храмы куличи со свастикой и поставят на аватарке блаженные фото в платочках. Это их попы проедутся по военным частям и благословят смертоносную армаду на убийство детей, стариков, беременных женщин. И эти люди надеются, что щепка за 40 миллионов долларов спасет их от божьего гнева. Кстати, окурок, отправивший на дно крейсер Москва, теперь попал в Тверь. Там произошел пожар в НИИ войск воздушно-космической обороны, где разрабатывали Искандеры. На самом деле роковой окурок засел в Кремле. Именно из-за него все горит, тонет и взрывается. И про новости бункерного мира. Две потери-потерь Шойгу и Путин встретились, чтобы обменяться очередными порциями лжи про войну, которую нельзя называть войной. Если смотреть видео без звука, то кажется, что ВВХ испытывает острую физическую боль и дискомфорт. Вцепившись за стол, хочет скрыть тремор рук. Впрочем, не совсем естественно выглядит и его голова, буквально растекшаяся по шее. Так плохо Путин не выглядел никогда. Даже Жириновский за сутки до реанимации был более живым. Хотя есть вопрос, а какого Путина нам показали? У кремлевских деменщиков новая реальная угроза. Быть после смерти не отпетыми, а оцифрованными. Голограмма Путина может еще полгода после его кончины вести онлайн-совещание с правительством, отправлять дом Дигидона Кадырова, завоевывать Лондон и слушать отчеты на Биулиной, как за один рубль в мире дают 100 долларов. Попутно оцифрованный Путин будет давать добро на очередной распил оборонного бюджета. Пока не велось никаких боевых действий, это был просто клондайк для варья из Минобороны и коммерсантской межпухи. Кстати, пожары в военных институтах, хлопки в воинских частях и на топливных базах – это выглядит как хаотичная попытка скрыть объемы сворованного и реальное положение дел в армии. На фоне того, что в Украине все пошло не по плану, а совсем по другому месту, началась внутривидовая борьба. ФСБ против Минобороны, Минобороны против ФСБ. Меряются длиной лапши, которую вешали на уши глав Орку. И даже на встрече Шойгу с Путиным или чучелом Путина, неважно, бункерный карлик был публично обмаран протухшими спагетти. Министр, прости господи, обороны Российской Федерации на голубом глазу отрапортовал о освобождении Мариуполя. Но потом добавил, что в городе остаются более двух тысяч украинских защитников. И как второй месяц подряд прозвучали прогнозы, что вот еще денек, еще полчаса, и таки возьмем город. Кадыров вот обещают уничтожить азовцев до или после обеда. Странно, что не вместо обеда. Кадыровские тикток-войска вообще воюют по своему отдельному контент-плану. Часто ради забавы кидая гранаты в россиян и мобилизованных несчастных из ДНР и ЛНР. А эти же где, сынок? Чеченцы, еб***ь. Какие? А, Кадыровцы? Да. А, еб***ь, это вообще такой угар. Мы сюда ехали, там холесо побоженное. Там стояли Кадыровские команды, и это есть сгорящая колонна, полностью колонна сгорящая. Да, да, да. Мы еб***ь давали эти команды-старанники, потому что устые еб***ь. Эти Кадыровцы вообще не понимают ни хуя, мам. Они еб***ь всех подряд, вот просто на хуя, на своим еб***ь. И на хуя, всех подряд, плюс на хуя, глядят магазины, хуя, и вообще я все, понимаешь? Кстати, а что сам Путин думает про взятие Мариуполя? Глав Орг сказал следующее. Не нужно лезть в катакомбы. Надо заблокировать промышленную зону в Азовстале так, чтобы муха не пролетела. Катакомбы, блокада. Одесситы, например, хорошо поймут ассоциации. Путин и его подручные больше не скрывают подражания Третьему Рейху. От символов, фетишизма до откровенно античеловеческих заявлений и действий. Братские могилы длиной в сотни метров, вроде той, которая обнаружена спутником под Мариуполем, в стиле мангуш, мобильные крематории, фильтрационные лагеря для жителей якобы освобожденных городов. Это и есть обыкновенный фашизм. К сожалению, воззвание всего мира к Путину с просьбой прекратить бойню и геноцид в Украине пока похоже на воззвание к Чикатило, перестать насиловать детей в посадках. Кстати, маньяк говорил про свою жертву. Она не оставила мне выбора. Шла такая независимая вся, красивая. Примерно то же самое Путин сказал про Украину и причину нападения. То, что Путин не остановится на Украине, начали понемногу понимать и на Западе. Тактика дать Украине минимум оружия, чтобы обескровить немного российскую армию и опять войти в длинные торги с Россией, уже в прошлом. Эту схему поломали украинский народ, а в особенности наши ребята из ВСУ. Сейчас уже канцлеру Шольцу грозит внутренний мини-майдан за отказ передавать тяжелое вооружение нашей армии. США, несмотря на то, что Байден не подписал до сих пор принятый Сенатом закон про ленд-лиз, все же изменили концепцию поставок оружия. Новый пакет военной помощи принципиально отличается от предыдущих наличием большого количества тяжелой техники, артиллерии, дальнобойной системы ПВО и бронетранспортеров. Такой набор теоретически должен укрепить слабые места украинской армии, а также позволить организовать эффективное сопротивление в открытой местности Донбасса и юго-Харьковской области. Лидеры Канады и Великобритании обещают передать тяжелое вооружение. Сегодня нам нужна техника, которая позволит противостоять российской огневой мощи, организовывать полноценные контрнаступления, а также поражать российские войска на больших дистанциях, в глубине их построений и на марше к линии фронта. Теоретически новый пакет западной помощи – это шаг в этом направлении. Надеемся, что это только начало победоносного марша против фашистов 21 века. Добро должно быть с кулаками. Пока самая большая надежда и опора украинцев – это ВСУ. Вот эти точно не станут менять нашу территорию и жизнь за очередной газовый трубопровод или канистру бензина. Верим в наших воинов, поддерживаем армию, подписываемся на наш YouTube-канал, чтобы не позволить врагу ударить по информационному фронту. Все будет Украина!